Продолжение следует... Во времени существуем мы. Для Господа то, что было, то, что есть, то, что будет, открыто, как уже совершившееся. И не лишая никого из нас права выбора в своей свободной воле, в своего пути, Господь знает, что мы выберем. В этом тайна Его всеведения. Но это все равно не лишает человека способности выбрать добро или выбрать зло. Так вот, Господь знал, что Иуда выберет. Повторюсь, это был выбор Иуды. И Господь, как говорят святые отцы, похож на художника, который складывает мозаику. И каждый камушек своей стороной к другому камушку прикладывает. Или в другом месте, я помню, один из святых отцов говорил, что он похож на того, кто берет нитки разного цвета и плетет огромный ковер. И каждая нитка думает, что она одна или видит только ближайшие нитки и не понимает этого замысла. Она не может видеть весь узор. Весь узор видит только Господь или человек, когда ему будет это открыто. Так вот, Господь берет и творящего зло, и творящего добро, и кающегося, и падающего. Всех соединяет в такую одну огромную картину, в такой огромный узор, где каждый каждому помогает, насколько возможно, приблизиться к Царству Божию, Божьим промыслом. А как решает человек, уже зависит от него. Поэтому Христос и говорит, горе миру от соблазнов. Но лучше бы им не приходить. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Горе тому, кто предает Сына Человеческого. Лучше было бы ему не родиться. То есть, жизнь этого человека, по его собственному решению, стала преддверием ада. Но это все равно свободный выбор Иуды. Да, как-то бы, может быть, по-другому сложились обстоятельства. Но зачем нам об этом рассуждать, если Евангелие сложилось так? И в этом сочетание промысла Божия и свободы воли всех тех, кто участвовал в этих дивных, славных, но страшных событиях. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.